Самое забавное было в том, что это 28-я моя консультация в этом году И только на ней я подумал, что в принципе очень много полезного, что мы там обсуждаем, просто пропадает И я бы мог этим с вами поделиться, конечно, с разрешения заказчика И поскольку разрешение было получено, я публикую часть нашего разговора Те места, которые мне показались для многих из вас, могут быть полезными Но, сразу скажу, звук там не ахти Дело в том, что запись идет через зум, соответственно, общение по гарнитуре Звук через программу, я как старался его вычищал, какие-то убирал эхо Но звук, конечно, не очень приятный Пишите в комментариях обратную связь, ставьте лайки А там посмотрим, может быть это будет постоянной рубрикой Поехали! На запись обычный швейлер используют, да? Либо все-таки 3 доски нормального сечения там Ну, на самом деле, 195 на 45 бы хватило Но поскольку у них 37, кстати, что-то они прям так жестко калибруют Ну, какая-то у них, возможно, своя пилорама, потому что там дальше я посмотрел Да, у них свое, у них свое Это у них все свое Я никогда такого не видел в России, чтобы делали 223 За все 10 лет я ни разу не видел То есть что-то они сами решили делать Так, Канаде 223 давайте, потому что, ну, у нас Есть 200-я доска, из нее делается 195-я, либо 190-я И есть 250-я доска, из которой редко делается 245-я Ну, правда, единственное, на 98 сечения у нас никто не использует Просто потому что это очень тяжело Хорошо, что, конечно, они сами будут это таскать Сейчас я посмотрю, какой там пролет Ну, мне кажется, это какой-то, конечно, перезапас уже пошел Так, ну, давайте по порядку Значит, стандартный шаг сваи у нас от полутора метров до двух с половиной Расставляют их обычно в зависимости от размера здания, чтобы оптимально распределить То есть два с половиной, это если вот прям вот край, да, уже вот Ну, вот иначе придется лишнюю сваю ставить Если там, ну, посередине около двух метров обычно То есть если у нас дом, например, вот здесь 10, здесь на 12, здесь надо поиграться То есть у нас краев стоит свая И, например, если мы идем там 2,2, 4,4, 6,6, 8,8 Какая крыша и как... Дускатка Дускатка, а по какой? По... По 12 То есть длинную сторону, да? Вот здесь вот, то есть несущие у нас вот 12-метровые Так Да, 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 да Не, ну тут на самом деле, поскольку тут фронтоны И они практически не несут ничего, там одно стропило, да? Если нет никаких-то огромных выпусков и террас В стропилах, в принципе, в фронтоне 3 метра допускается Просто потому что там нет нагрузки На самом деле, давайте дальше посмотрим пролеты И тут у нас не видно, поскольку проекта нет Мы не знаем, как они разместят И не дадут мне его, Максим, самое ужасное Вот я, кстати, с такими вообще никогда не работаю С людьми и не советую, потому что в проекте дома Обычно 90% ошибок Дальше, ну, балки пола 223 на 98, шаг 400 Вот тут, если они по фронтону решили сделать, типа, 3, 6 Ну, 3, кстати, тут вообще ни в какую Тут же 10, 2,5, 5, 7,5 Тут вот по 2,5 идеально делается 10 метров Поэтому не совсем понимаю Вот, то есть я бы сделал там 2,5 Вот здесь вот будет, да, ряд свай Потом в 5 еще ряд свай Ну, опять же, крыша Если у нас идет здесь крыша Крыша, значит, должна у них, скорее всего, будет опираться вот на эту стену И здесь вот будет Ну, вот, видите, да, вот черточки стоят А вон они прогоны даже нарисовали, да Значит, в этих местах точно у нас будут сваи В этих местах у нас будут сваи Шаг 3,5 Ага, ну, тогда, по сути, у них должно быть вот здесь Еще посередине 1,7 Ну, то есть вот здесь еще ряд должен быть по уму Потому что, ну, 3,5, это даже для фронтонных свай Слишком много 98-я балка с шагом 400 Даже не с шагом 600 То есть вот мне не нравятся люди, которые делают Как будто бы они не уверены Такие, так, сделаем перезапас 4 раза Чтобы уж точно все было хорошо Вот, ну, в этом смысл вообще проектов Чтобы не делать перезапас 4 раза И не переплачивать, получается, вот на балках На деревяшку На балках пола, которая сейчас стоит Строганная, 1025 у них, наверное, да Или сколько она там у них? 28 Со своей тепелорамой, ну, не знаю Ну, в общем, 28, да И, возможно, они вот так и захотят 3,5 в фронтоне Потому что, если будет еще шаг вот здесь На 1,7 метра То вообще никакого нет смысла в этих балках На 1,7 метра даже 147 хватит Ну, единственное, что утеплять неудобно Поэтому, ну, там, 197 на 37 хватит Если будет 1,7 А если 3,5, то, да, нужно будет уже мощнее Но всегда, мне кажется, выгоднее сделать лучше лишний ряд свай И сэкономить на балках пола Можно делать шагом под утеплитель Ну, просто меньше утеплителя в полу Значит, больше мостика холода Больше тепла Это пол Да, читай Что это такое? У нас пар идет из тепла в холод Соответственно, у нас изнутри пароизоляция А снизу, как бы снаружи холодного, ветрозащита Она для чего нужна? Чтобы ветер не пускать в перекрытие И он не выдувал утеплитель А эта штучка нужна, чтобы пар не выходил из помещения В утеплитель и там не оставался Ну, смотрите, давайте я вам напишу Вот стандартный пирог Стандартный пирог То есть у нас есть чистовая отделка Типа плитка, например, керамогранит Потом у нас есть стяжка 7 сантиметров Да, 6-7 сантиметров Потом вот здесь вот можно разместить пленка полиэтиленовая Потом идет, соответственно, ОСП-22 Либо фанера Потом балки пола с утеплителем Кстати, я не знаю, 223, как утепляться будет Рейс его 200 плюс вензазор, видимо Так у меня 250 пол Дальше у нас идет ветрозащитная плита Ветрозащита, чтобы не выдувать утеплитель То есть мембрана И дальше идет подшивка Которую почему-то называют черным полом Черный пол – это вот, вот это вот черный пол А это подшивка пола А, вот как они делают 250 У них еще по балкам потом брусок 36 И, соответственно, они вместе дают 260 Хотя 36-й брусок на 98-й балке Где-то в середине треть Это очень странно Тогда уж брусок 98, но 36 был бы Древесторушная плита 8 Вот черновой пол, они его называют Это подшивка снизу, по сути Настил по пленке Но вот только неправильно В случае стяжки Пленку надо на ОСБ, чтобы стяжка не размыливалась И не размыливала плиты Под низ вообще никогда Смысла особо не ставить Вот, вот это нужно поменять местами Ну вот тут, видимо, будет брусок Плюс 36 Брусок Брусок Что нам нужно предусмотреть Для полосухой стяжки? Тут главное – балки пола То есть пролет И нагрузка, которая сверху Ну, судя по вот этим огромнейшим балкам Там проблем не будет Особенно через 400 Стяжка наша будет весить Где-то дополнительно 100 кг на метр квадрат А так у нас балки, наверное, будут запасом 900 Стены Каркас 147 Плюс перекрестное утепление Так, изнутри вагонка По пленке Вот это очень мне не нравится решение Плохое Если у нас в наружных стенах будут розетки Этими розетками Всю пароизоляцию проткнем И нужно, по сути, каждую розеточку Пароизолировать Никто этим заниматься не будет Поэтому обычно делается утепление Вот это вот Внутри, по-фински То есть делается пленка Потом утепление внутри И потом уже гипсокартон И когда мы делаем розетку в гипсокартоне Мы не достаем до пленки То у нас дальше Пирог внешней стены Но, в принципе, пирог более-менее Скажем так А, вот, белтермо топ Вот над этим я немножко по-офигел Дело в том, что, ну, по ОСБ Белтермо никогда не делают Или белтермо, или ОСБ Я готова потратиться на это, да? Не делать стены 250, а сделать белтермо Ну, это всё-таки какая-то Шумоизоляция дополнительная Это и шумоизоляция, и теплоизоляция Ну, тогда, по сути, нам не нужна ОСБ Тут такая, конечно, скользкая тема Это всё Если мы используем белтермо И нормально его проколачиваем По сути, это достаточно для крепости Но в наших СП это не прописано Поэтому тогда нужно будет Ещё укосины использовать Поэтому здесь, видимо, ОСБ Чтобы не использовать укосины Но вот ОСБ плюс белтермо Таких решений я ещё не видел Это как будто масло с маслом получается Что ОСБ точно монтируется на каркас Иначе оно вообще бессмыслено Я бы сделал ОСБ Контур утепления Потом Ветрозащита идёт По утеплению, потому что она защищает утеплитель Потом уже рейка Сайдинг Тут белтермо, мне кажется, просто некуда запихивать Значит, у нас сайдинг Ветзазор Ветрозащита Утепление в бруске Потом ОСБ Потом стены с утеплителем Плёнка Ещё один ветрозазор Вагонка Где-то вот, чтобы не порвать плёнку Это плёнка Так вот Либо здесь вот белтермо Так, смотрим дальше Благостойки Перегородки Скрытая проводка Мы можем по-американски Прямо насквозь просверлить Стойкой перегородки Посередине Отверстия И сквозь них пустить капель Но я себе сделал просто Обрешётку с двух сторон Перегородок Двадцать пятую Ну, в их случае семнадцатую Кстати, ещё удобней И там всё это Спокойно пропустил Не разрезая Вот эти все перегородки Чтобы иметь доступ Вот, потом это уже Обшил вагонкой Скрытую по-американски Сверлить Либо всё-таки Я делал в дополнительных обрешётках А потом по обрешётке Уже отделку стен Всё, кстати, не забывайте Что в перегородках Должна быть плёнка С двух сторон Только не давайте Делать пароизоляцию Никакого входа пара В внутренних стенах нет Там нужна просто Самая дешёвая ветрозащита Самая там Изоспан Всё что угодно Так, перегородки Потолок Тут стандартно Один лист гипсокартона Обычно потолок Там сделан Либо шагом сорок Либо шестьдесят Если шестьдесят Плюс там всегда обрешётка То есть, в принципе С каким бы шагом Не сделан потолок Поскольку там обрешётка Обрешётка это что именно? Обрешётка это Поперёк основных балок Какой-нибудь дюймовка Ну, без этого не делают Балки потолка Они всегда немножечко Провисают Они всегда треснутся Поэтому обязательно делать Конечно, через обрешётку Так, вот у меня 700 метров кабеля В потолке В моём маленьком доме Соответственно, они все идут Между обрешёткой Под обрешёткой Рядом с обрешёткой Ну, они строят просто Какие-то дачные дома Дешёвые, видимо Поэтому у них и бюджет такой И они такие Самые простые решения Ну, типа треснем Надо не строителей Надо директоров долбать Строители чем виноваты Им платят зарплату 45 тысяч Они приходят, работают Настоящих плотников Зарплата, кого я знаю 95, 100 Примерно такая Ну, потому что Они профессионалы Они очень быстро строят дома Они уже построили Там, 50 домов То есть, за ними Не надо следить А тут за 40, конечно Мы подневольным Колотним Чё там Чё началось С ними даже решать-то Ничего не нужно Нужно бы долбать Бригадира Либо директора Нужно туда беспокоить Строители ничего не решают Поэтому, конечно Там решётка В потолке нужна Потом за ней Уже идёт пароизоляция Вот в потолке Пароизоляция очень важна Там она должна Очень хорошо проклеиваться Потому что Весь пар пойдёт наверх И весь утеплитель У нас там Промокнет Ага Потолок Балки перекрытия 197 На несущие стены И балку Ну, на прогону, видимо Утепление Экологически чистая вата Ну, смешно Обожаю название Это не обращайте внимания Стропильная Кстати, вот стропила С 147 доски Меня слегка пугают Что на 38 Потому что у нас Ширина дома Дома 10 метров 38 на 197 Где А, вот она Да, вижу Так, вот будет Ну, это, конечно Это я заменила Это минимум Утеплитель 250 Без каких-то брусков Не понимаю, на что влияет Так, установка окон Так, давайте к особенностям Так, а то Особенности по каркасным домам Установка окон У меня есть огромная статья На каркасгиде Огромная статья Вот, я её писал Когда сам поставил И очень много исследовал Вот, если вы не видели У меня же всё началось с сайта Это потом Так звучит И я сам тут это Ну, вот у меня до Инстаграма За 5 лет Появился ещё вот Сайт Когда я строил Я сайт делал Да, потом уже через 5 лет Я такой думаю Ну, надо, наверное, что-то ещё сделать Вот Высота конька Какая должна быть Вот По всем этим параметрам Получается Так Любая вообще может быть Тут вообще ничего нет, да По сути Они должны предоставить Хотя бы для начала Если не проект То архитектуру Так, так, так Так Ну, в принципе Все вопросы Вы меня немножечко Успокоили Убедили Я думаю, после Вам придётся много Биться с ними Да, готовьтесь Ой, да Согласна с вами Спасибо вам большое Максим За консультацию В принципе Моё направление Я понимаю Что оно правильно Ну да Ну что, неужели Неужели досмотрели Я рад Если вам было Это действительно полезно Заказчицу Всё очень понравилось Мне тоже понравилось Сообщение Оно было продуктивным Я увидел там Какие-то новые решения Посмотрим Что получится С этого объекта Я думаю У нас будет Потом обратная связь Спасибо всем Кто поставил лайк Или дизлайк Тем, кто написал комментарий И не забывайте Уже в работе Сейчас идёт смета На Барнхаус Которую я обещал Она будет где-то Через неделю Не пропустите Подпишитесь Поставьте колокольчик Всем пока